Всем привет, очередное и последнее видео о в эпид Чино, вернее о его заказной версии. После тюнинга у Бенни машина все еще остается маслкаром. Разумеется, Чино заказной не спавнится в сессии и не имеет тюнингованной версии. Машина в тестах прошла полное форсирование. Обращаю ваше внимание, что полный обзор внешнего тюнинга был в предыдущем виде и рассматриваться здесь не будет. Ссылка на видео с тюнингом вверху экрана и в описании. Начнем, пожалуй. Стоковый Чино заказной выглядит почти так же как оригинальная машина, только посадка ниже, до самой земли, и диски стоят лоуродерские. Примерно такой внешний вид машина приобретает после того, как вы выбрали опции внешнего тюнинга, в том числе диски и раскраски от Бенни. Не знаю как вам, а мне обилие хрома по душе. Внешне машина практически не изменилась. Посмотрим, изменилось ли что-то внутри. Даже после тюнинга у Бенни и форсирования Чино заказной не отличается динамикой маслкара. В принципе, этой машине динамика и не нужна. Она про вальяжность и комфорт, чего у нее не отнять. Однако после работы Бенни звук мотора поменялся. Должен признать, мне нравится, как звучит работающий мотор Чино заказной. Звук стал сочнее, глубже. Так и должен звучать большой, мощный американский мотор. Перед результатами теста дам вам время оценить этот звук. На всякий случай убедимся, не нашаманил ли Бенни с приводом колес. К счастью, привод остался на заднюю ось. От сердца отлегло. Управление машины стало острее, чем у оригинальной версии. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Если бы выросла динамика, это было бы хорошо. Но динамика осталась все такой же посредственной. Зато теперь Чино заказной не может выполнять амплитудную змейку вообще. Что еще поменялось? Посадка стала очень низкой, машина цепляется за все бордюры и неровности дороги. По крайней мере в Паллета Бэй на тестах. Можно поднять подвеску, лурайдер же, но это снижает максимальную скорость. Еще из неприятного, после переделки в заказной вариант Чино больше не может делать Вилли. Оригинальная машина после форсирования делает Вилли очень лихо, а заказной не делает вообще. Вот вам и маслкар. Тормоза не изменились. Машина и сейчас останавливается довольно быстро. О да, даже по грунтовой дороге Чино заказной худо бедно бежит. Но у меня самого сердца кровью обливается от такого варварства. Загнать лурайдер на грунтовую дорогу может разве что крайняя степень отчаяния. Не иначе за вами будет гнаться сам Тревор Филлипс. Полагаю, в этом случае вы не сбежали бы даже на Камачо. Не могу сказать ничего плохого про Чино заказной. Это все тот же старый добрый в эпид Чино, что и дошеловливых ручонок гений. Только теперь у него большой выбор кастомизации и на любой вкус и цвет, нет возможности делать Вилли и очень низкая посадка. И все. Если вам нравится возиться с тюнингом машины и в приоритете нескоростные качества, то вам понравится в эпид Чино заказной. Если вам нужна мощь и скорость, сожалею, придется поискать что-то другое. В целом машина хорошая, но не быстрая. Мне больше нравится оригинальная машина. Но это, как всегда, личные предпочтения и вкусовщина. В любом случае в эпид Чино заказной остается в особом гараже с машинами от Бенни. На этом серия видео, посвященная в эпид Чино и его трансформации в заказную версию, закончена. Впереди запуск новой еженедельной рубрики. О чем она будет, узнаете из следующего видео. Возможно, вам новый формат придется по душе. Еще раз призываю регистрироваться в сообществе канала ВК, потому что заказы в новую рубрику буду принимать только по итогам голосования в сообществе. Сами вынуждаете меня прибегать к диктаторским замашкам. Можете написать в комментариях, какой я злобный. Вроде бы все сказано. Поэтому желаю всем хорошего отдыха. Увидимся в новых видео.